Кто бы знал, как снимается это видео? В полевых условиях, на коляске. Это не просто поступок сумасшедших людей, которые рожают дома. Это поступок людей, которые много читают, достаточно образованные. И как приехали бабки с семечками, там, гадалки. Ну хватит уже про это все рассказывать. Я рекламировал, а прямо... Сейчас тебя все народы будут приглашать. Не-не-не, подожди, я не договорила. Ты что? Всем привет. Все было хорошо. Да, все было хорошо. Все сегодня в видео мы хотели бы вам рассказать про домашние роды. Сейчас мы находимся в Сан-Гиего, в Калифорнии. Мы приехали сюда учиться. Наша сфера деятельности напрямую связана с наукой. И поэтому я для себя решила, что у нас просто нет другого выхода, как рожать дома. Да, потому что мы занимаемся здоровьем, занимаемся профилактикой. Много про это рассказываем. И глупо рассказывать и самим не идти по этому пути. Здесь очень развитая система с акушерами. Здесь очень много центров с акушерами, где можно родить у них, а также родить прямо у себя дома. Вверх в центре. Вверх в центре, да. То есть тебе очень удобно, очень комфортно. Все акушеры сертифицированы, все законно. Тебе выдают документы после рождения малыша. Ты всегда находишься под присмотром акушеров. Ты всегда в любой момент можешь им позвонить. Они собирают у тебя, как и в России, каждую неделю анализы. Мы приезжали до родов, на роды, после родов несколько раз. То есть без внимания мы не остались. И я считаю, что это достаточно удобно, комфортно. По стоимости домашней роды организация стоит от 3 до 10 тысяч долларов. То есть в зависимости, что вы хотите, какие акушеры у вас будут. То есть цене достаточно широкие. Поэтому можете всегда выбирать. Когда к нам приехали бригады акушеров, и когда они там достали все оборудование, показали нам, то есть не в момент родов, а они заранее привезли, они показали, что это будет безопасно. Если даже вдруг что-то пошло бы не по плану, то в принципе они смогли бы нас спокойно доставить в больницу со всем своим оборудованием. Здесь Сан-Диего мы вызывали и брали уроки по гипнородам. Что мы еще делали? Аккупультура. Да, я ходила на иголки. Я использовала специальные травяные чаи для того, чтобы подготовить свой организм к родам. То есть я использовала еще китайскую медицину. Как человек, который занимается наукой, нутрициологией, я подключала и дополнительные нутриенты, которые будут и расслаблять, и смягчать все родовые пути. И плюс еще и готовила себя в плане стресса по работе с надпочечниками. То есть полностью подключила все-все инструменты, которые вообще существуют, мне кажется, на данный момент в современном мире. Наши акушеры мне дали листочек на английском языке, на двух страницах. Что делать, если вдруг они не успеют приехать? Это было уже буквально за неделю, наверное, на родах. И для меня это был такой шок. С моим знанием английского, да еще и плюс, как бы, человеку, который боялся домашних родов. Но роды прошли планово, прошли небыстро. То есть в 8 часов вечера у меня отошли воды. Давай посидишь. Ну, посиди с нами, мы порассказываем. Соответственно, мы легли спать, ждать более интенсивных схваток. Около двух ночей я проснулась. Все равно было несколько планов в душе. Схватки еще были нечастые. Ну, конечно же, я их чувствовала. Но умела уже расслабляться, уже дышала правильно. И переместилась в вами? Да, я переместилась в ванну. И там опять уснула. Там опять уснула, муж сидел рядом. Я почувствовала, что складки стали более интенсивные, что стал меньше промежуток. Мы позвонили до ули, позвонили акушерам. Все постепенно подъехали, посмотрели у меня раскрытие. Продвижит 9 часам. Посмотрели снова раскрытие, было 8 сантиметров. Я понимала, что осталось буквально совсем чуть-чуть. И для того, чтобы ускорить процесс, я вылезала из ванны. И приняла вертикальное положение. То есть, начала больше ходить, обниматься с мужем, держать его за шею. Прямо повисла на шее, чуть шею не отрывала. Да, доула мне делала массаж спины, натирала меня маслом. И прям такой серьезный интенсив, такие достаточно тяжелые болезненные схватки начались где-то в 9.47 утра. И уже в 10.07 я родила. То есть, по сути дела, потерпеть нужно было чуть-чуть. Причем, акушеры так четко сработали. Их все это время не было видно. Они были в другой комнате. Но в соседней. И когда уже момент родов, прямо там доула им подала такой сигнал свой. Подморгнула им, подмигнула. Они быстро подошли, все приняли. Потом все убрали. Ну, прямо вообще было очень профессионально. Как будто вообще никто не рожал в нашей ванной. И уже я лежала у себя в кровати. И, соответственно, мы дожидались, когда отпульсирует у нас полностью пуповина. Где-то еще полчасика, да? Да, это еще полчасика. Муж ее перерезал. Слава богу, не упал. Первый раз я упустила этот момент. И у Максимки у нас была сразу же обрезана пуповина. Соответственно, возникли проблемы по анемии, по желтухе. Акушеры профессионалы, да? То есть сертифицированные акушеры, которые работают вообще просто идеально. То есть очень тщательно. Они не торопятся. У них никто их не торопит. Смены их не кончатся, пока они все не сделают по высшему классу, по высшему разряду. Соответственно, потом посмотрели ребенка. Посмотрели, измерили все полностью. И сердцебиение, и мое давление, и у ребенка дыхание. Насюшка, посмотри. Ой, какой парень у нас красивый, да? И уже я лежала такая довольная. Почувствовала, что у меня начались такие легкие сладки. Соответственно, отошел послед. Катя сдала правила плаценты, чтобы нам сделали... Чтобы ее закапсулировали, сделали капсулы и сделали настойку, которая помогает после шести недель поддержать и физическое, и эмоциональное состояние матери, и промышленность содержит питательные макроэкранименты. Самое главное, что мы хотели, это максимально родить здорового ребенка в домашних условиях, чтобы предотвратить заселение микрофлоры, микробиоты, больницы. Вы знаете, что все подобные стафилококки, все это ребенок собирает именно в роддоме, в поликлиниках. Было очень комфортно после родов оказаться в любимой кровати, в любимой постели с семьей. Помощница наша заварила, попросили у нее чаю, заварила чай, а оказалось, там у нас много как и травы было всяких разных, и вместо чая заварили травку, которая для прокладок. Вообще, очень многое здесь уделяется вниманию послеродовому. На следующий день акушеры приехали к нам домой, проверили мое состояние ребенка, и через неделю снова приехали к нам, и через две мы уже приехали к ним сами. То есть, соответственно, и все тесты, и в Ворн делались у нас дома, они брали все анализы у ребенка, поставили мне укол иммуноглобулин, потому что у меня разные группы крови с ребенком, как и со старшим. Аризус-факторы, да, у меня положительная, у каких-то отрицательная. У нас теперь два сладких малыша, причем второй рожденный в домашних условиях, с хорошей микробиотой, с серьезной подготовкой, и мы очень счастливы, что мы смогли это все осуществить, я никогда не забуду этот день. Вообще, домашние роды – это круто, это здорово, это классно, особенно если мама готовится. До рода я пришла уже здоровым человеком, уже с хорошими показателями, с чистым питанием, с хорошим физическим состоянием. Во время родов я сдавала нетрадиционный чекап, тот чекап, который я даю на школе здоровья, именно то, что делает нас здоровыми. Это показатели макро-микроэлементы, это все показатели, которые исключают железодефицит, железодефицитную анемию, то есть все, что очень важно именно для беременной. Независимо, где вы будете рожать, или в роддом, или дома, в любом случае, только нормальная, хорошая подготовка поможет вам эту процедуру пройти максимально комфортно. Рекомендую вам заниматься комплексно здоровьем, заниматься своим питанием, смотреть анализы те, которые нужно смотреть, и заниматься спортом, заниматься медитациями, расслаблением, дыханием, йогой, гипнородами, всем-всем-всем, что можно подключить для того, чтобы весь этот процесс принес вам только удовольствие и самые-самые лучшие воспоминания от этого дня. Я очень благодарна, что муж меня поддержал в эти минуты, в эти часы, потому что эта поддержка, она, конечно, очень важна, и я прямо чувствовала, что мне нужно, чтобы только он был рядом, чтобы только он прикасался ко мне, чтобы у меня вырабатывался тот окситоцин, который помогает просто идеально справляться со всеми схватками во время родов. Спасибо всем, кто был рядом. Это Ирина Даула, это Акушеры, Донна, Синиза, то есть это те люди, которые были рядом. Это наша няня, которая была с Максимом. Самое чудесное, когда Максим прибежал и расцеловал своего братика. Как ты братика расцеловал? Вот так. Это не просто какой-то отважный поступок или поступок сумасшедших людей, которые рожают дома, это поступок людей, которые много читают, достаточно образованы и которые пришли к пониманию, что хотят исправить те ошибки или вообще их не совершать, которые могут произойти в больнице. Ну, вас всех целуем и внимаем, всем здоровья. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы дальше будем погружать в мир науки, всех последних исследований и как быть здоровыми и, самое главное, счастливыми. Субтитры сделал DimaTorzok